Я приветствую вас, дорогие друзья, у себя на канале Чувство Знания Виталия Рафеева. На днях, то есть на выходных днях, я сделал такую вылазку, очередную, очередную вылазку на природу, да, в лес вышел, чтобы там закончить свою мысль, которую я начал в предыдущих вылазках своих, о связи такой, о состоянии осознания и состоянии самосознания. Вот природа, находясь в городе, вы из природы влазите, и ваше сознание несколько замещается своими собственными самосознаниями, каким-то выдуманными правилами, законами городской жизни. А когда вы приедете на природу, ваше сознание очищается, и вы впитываете в себя основой того, что было от вас от рождения, это все очищается, и вы получаете путь через сознание, о котором я в частом ролике говорил, путь от самосознания к осознанию, через сознание. Вот я иду по этой природе, по лесу, по горной стропинке. Чистое сознание, в чистом виде, снег чистый, лес хвойный, смешанный, березовый. Очень красивые места. Поэтому, дорогие друзья, я вам хотел сегодня сказать о том, что, когда я двигаюсь по горам, я в горах шел сегодня, в горах шел, и в этих горах горы ограничивают меня. То есть, с одной стороны гора, с другой стороны гора. Я между ними иду по тропинке, понимаете, я по тропинке иду между горами. Мне другого направления нет. Шаг влево, я провалился в снег по поясу, шаг вправо, я упал с обрыва. И все, узенькая тропинка, узенькое направление. Я выбираю его, очень осознанно определяю. И мое само сознание меня ограничивает. Я не могу другими интересами тут интересоваться. Мне надо только двигаться в направлении. Двигаться постоянно, двигаться. Я связновился, все, я замерз, я голодал. И я в сознании нахожусь куда-то в чистом. Я голодался, замерз и погиб там. Поэтому мне, когда я нахожусь в горах, двигаюсь к цели, горное вершение, к успеху, меня ограничивают два состояния. Осознание и самосознание. При этом я нахожусь в чистом сознании. В чистом сознании, в котором нет ничего лишнего. Нет каких-то, о чем я говорю, культурных, национальных, общественных, личностных, межжилищностных влияний на вас. Ничто на вас не влияет. Вы движетесь к своей цели. И эти горы, эти две огромные горы, которые вас, казалось бы, сдерживают, мешают вам, не дают вам свободного времени, они направляют вас в движение, к вашей вершине, к вашей цели. Ну что, друзья, с первого раза подъем у меня не получился. Поскольку не хватает дневного времени, я поздно вышел. Поэтому мы до туда еще дойдем.